Настало время поговорить про особенности фарфора и про первый фарфоровый завод России. У многих на слуху три буквы LFZ, при этом аббревиатура ИФЗ менее знакома. Расшифровывается она как императорский фарфоровый завод, который был заложен аж в начале 18 века на берегу Невы в тогдашнем пригороде столицы. Как вы уже догадались, из этого видео вы узнаете, как императорский фарфор стал советским, а после и российским. 250 лет истории и традиций, что менялось и в какую сторону. На примере одного завода можно проследить историю огромной страны. Также вы узнаете, каких трудов стоило ученым императорского двора найти формулу для изготовления настоящего фарфора и чем фарфор отличается от порцелана и фаянса. Каждый держал в своих руках изделия из фарфора и поэтому знает, что настоящий фарфор обладает легкостью, прозрачностью и, конечно же, своей прочностью. Так как каждый вид фарфора отличается составом глины и составом минеральных добавок, то фарфоровые изделия можно отнести к одному из основных национальных сувениров, которые можно привезти из путешествия в другие страны. Но, как известно, настоящий фарфор не дешевое удовольствие для глаз и рук, а определить настоящий фарфор можно по звучанию и клейму на обратной стороне дна изделия, и которое проставляется на каждом фарфоровом предмете, представляющем собой предмет искусства. Фарфор, как и хрусталь, из-за небольшой толщины имеет звонкое звучание. Фаянс и другие виды керамики издают глухой, низкий звук. Фарфор значительно дороже фаянса, поэтому чаще всего из фарфора делают всевозможные статуэтки и сувениры, а из фаянса предметы быта. Различают твердый фарфор, мягкий и костяной фарфор. В состав костяного фарфора входит зола костей крупного рогатого скота. Костяной фарфор отличается высокой белизной, просвечиваемостью и декоративностью, но такой фарфор легко деформируется в обжиге. Подглазурная роспись самая ценная, поскольку десятилетиями сохраняет четкий рисунок, малейшие детали. Некоторые лайфхаки, которые помогут вам определить, состоящий это фарфор или нет. А мы же возвращаемся к истории ИФЗ, то есть императорского фарфорового завода, который был заложен в 10 верстах от центра Петербурга на левом берегу Невы. Сегодня ИФЗ продолжает старые традиции и радует не только любителей фарфора. При заводе имеется музей, после посещения которого я любезно делюсь с вами этой долгой фарфоровой историей, которая искушена веками и тем самым прочна. Хочется добавить, что камера не передает всех тех тонкостей фарфорового дела, которые могут порадовать ваши чувства при рассмотрении предметов искусства вживую в музее. Поэтому сразу скажу, что мое видео рассказывает про историю фарфорового дела в России и носит знакомительный характер с предметами, представленными в музее. А вам, конечно, советую лично посетить музей ИФЗ, если вы его еще не посещали. Если же вы хотите посетить Санкт-Петербург и оказаться не только в шикарном центре городского музея под открытым небом, то советую проехаться на трамвай от площади Александра Невского по левому или правому берегу Невы и увидеть жизнь окраины этого замечательного города. Понятие пригородов давным-давно было пересмотрено и теперь относится к Петергофу, Пушкину, Ломоносову и так далее с их дворцовыми ансамблями и парками. Современный же фарфоровый завод и музей при нем располагается сегодня недалеко от метро Ломоносовская и недалеко от Володарского моста. Поэтому если вы путешествуете летом, то смело в трамвай и посмотрите бывшие пригороды города, где располагались различные производства. Возвращаясь к годам основания завода, сразу появляется вопрос, почему местоположение было выбрано так далеко от центра и почему завод расположили рядом с водой? Выбор места для ИФЗ определялся расположением здесь нескольких казенных кирпичных и черепичных заводов, заложенных еще при Петре Первом. Для постройки новой столицы требовались стройматериалы. Было разумно использовать готовые строения, оборудование и рабочих, имеющих опыт обработки глины для создания первого в России фарфорового производства. Необходимое сырье и топливо доставляли судами по Неве. Осталось ответить на вопрос, как о фарфоре узнали в Российской империи. Европейцы всегда стремились либо изобрести что-то изящное и в то же время практичное, и тем самым обогатиться, либо отобрать силы это изящное или практичное у соседних стран или порабощенных стран. В 17 веке в Голландии продавали жилые дома за три луковицы тюльпана. Можно также вспомнить золотую лихорадку 19 века. Когда-то одни европейцы отбирали велосипеды у других европейцев, а вот 18 век запомнился производствами белого золота наряду с янтарными произведениями, подобными янтарной комнате. Так как европейцам не удалось украсть формулу китайского фарфора, то пришлось им своими силами и потугами изобретать драгоценный материал, который в итоге по прочности превзошел старинные образцы китайского фарфора. Кто бы мог подумать, что алхимик, за которым охотились прусские короли и шведы, захватившие в то время половину Саксонии, под конец своей разгульной жизни будет спрятан в саксонской крепости Кёнигштайн, где его и осенит формулой белого золота. Алхимик Йоган Бёдгер полагал, что для производства золота нужен тигель, способный выдерживать намного более высокие температуры, чем обычный глиняный сосуд. И в 1706 году в замке Альбрихтсбург Мейсен необходимый материал был создан. Таким образом был изобретен мейсенский фарфор, который использовался в качестве дипломатических подарков российским императрицам. В 1744 году Елизавета Петровна решила заложить собственное порцелиновое производство в Санкт-Петербурге. Для этого в Стокгольме даже завербовали немецкого проходимца под именем Гунгер, как это выяснилось позже. Но изначально он зарекомендовал себя как эксперт в производстве саксонского порцелана. Гунгеру представили молодого горного инженера, друга Михаила Ломоносова Дмитрия Виноградова. В качестве итога четырехлетней работы Гунгер смог продемонстрировать несколько кривых форм наподобие чашек. После этого его погнали в зашей, а вся работа по нахождению отечественной формулы фарфора легла на плечи Виноградова, который не покидал стены фарфорового завода и постоянно трудился. За два года непосильной работы ученый Дмитрий Иванович Виноградов смог получить фарфор, не уступающий по качеству саксонскому. Для производства виноградов использовал гжельскую белую глину, кварц и алебастер. А еще он проектировал печи для обжига, придумывал составы красок и золотого порошка для росписи, а все итоги записывал специальным шифром. Как известно, глиняные изделия на Руси начали изготавливать еще в 16 веке, но в основном для практических целей. Первый в России завод, на котором выпускали майолику с росписью по сырой эмали, открыл в 1724 году московский предприниматель Афанасий Гребенщиков. Сначала здесь создавали израстцы, затем курительные трубки, а позже и посуду. Вскоре завод получил звание поставщика Ее Императорского Величества и изготавливал изделия для царского двора. Клеймо Мессинского фарфора сохранило свою форму с 18 века и представлено двумя скрещенными шпагами. А вот императорский фарфор до 1760 года клеймили гербом России. После клеймо Императорского фарфорового завода претерпело множество изменений, связанных с властью в определенный период времени. Поэтому клеймо ИФЗ неразрывно отражают историю России. С приходом на престол Екатерины II порцелиновую мануфактуру реорганизовали и переименовали в Императорский фарфоровый завод. В это время на Императорском фарфоровом заводе была создана специальная серия статуэток народа России. Этим заказом руководил Яков Рошет. После воцарения Павла I ко двору продолжали заказывать посуду и предметы быта. Последний сервис 18 века создали на ИФЗ для любимого детища Павла I Михайловского замка. И именно он украшал стол накануне той ночи, когда погиб император. При Александре I на чашки наносили портреты императоров, известных людей эпохи и полководцев. Также на заводе выпускали вазы, помимо богатой росписи, их украшали позолотой и объемными декоративными элементами. Александр III ввел традицию изготавливать все заказы венциносной семьи в двух экземплярах. Один передавался музею ИФЗ. Традиция сохранилась и в советское время, когда предприятие стало называться ЛФЗ – Ленинградский фарфоровый завод. Здесь можно уже видеть конец 19-го, начало 20-го века. Можно видеть различные абстрактные формы. То есть отходим от реальности, даже в фарфоре, и приходим к каким-то уже более абстрактным формам, абстрактным рисункам, сочетанию абстрактных цветов. Посмотрите, например, бутыль 1892 года. Не знаю, будет ли передаваться, видно, как краска расплывается. Ну и вообще, переходы красных оттенков. Шикарно. Николай II вновь возобновил выпуск военных тарелок из серии «Народы России» к 300-летию дома Романовых. Коллекцию создавали на основе первой переписи населения 1897 года. Руководили работами директор императорского фарфорового завода барон Николай Вольф и директор музея антропологии и этнографии Василий Радлов. Специалисты изучали музейные экспонаты и материалы, которые привозили из поезда к путешественнике, фотографии, предметы быта и культа, одежду. Этнографы сравнивали костюмы и украшения разных народов, а художники создавали эскизы. Мастера трудились над коллекцией 10 лет и в итоге создали к 1917 году 74 фигурки. Их выпускали даже после революции. В годы Первой мировой войны завод выпускал даже изделия для фронта, химический и электротехнический фарфор. Перед началом Первой мировой войны давайте посмотрим. После революции ФЗ национализировали и переименовали в Государственный фарфоровый завод. На заводе начали выпускать так называемый агитационный фарфор. Посуду украшали яркие тематические узоры, эмблемы, сербы и революционные лозунги. С заводом сотрудничали известные российские и советские художники. В 1930-е годы на заводе, который стал называться к тому времени Ленинградским фарфоровым заводом имени Ломоносова, сменилась художественная концепция. Здесь создавались изделия, посвященные актуальным событиям десятилетия. Развитию промышленности, ликвидации безграмотности, социалистическим стройкам, открытию московского метро, электрификации городов и деревень. С 1936 года на изделиях ЛФЗ начали ставить клеймо, которое принадлежит авторству Анны Яцкевич, работавшей художником-живописцем по росписи фарфора ЛФЗ с 1932 по 1952 годы. В военные годы фарфоровую посуду практически не изготавливали, все заводы работали на нужды фронта. Анна Яцкевич во время блокады Ленинграда создала рисунок кобальтовой сетки, который стал визитной карточкой завода. Этот рисунок перекликается с орнаментом первого сервиза, изготовленным Дмитрием Виноградовым. Пересечении синих линий находят подобие с полосками бумаги, которые крест-накрест заклеивали стекла в окнах, чтобы снизить риск ранения людей осколками. Другая история рассказывает, что Анна Яцкевич, как и другие жители осажденного города, была ослаблена голодом. Водопровод не работал, а изможденные люди, страдая от холода, были вынуждены ходить за водой к проруби. Зимний день, короток, уже в темноте Анна набирала воду, когда начался артобстрел. Лучи прожекторов обшаривали небо в поисках вражеских самолетов, у женщины от слабости кружилась голова. В этот момент она увидела в темной ледяной воде проруби перекрещивающиеся отражения световых лучей, дрожащие, изменчивые. Это было настолько прекрасно, что страх отступил, и Анна поверила в то, что будет жить. Анна Яцкевич выжила, потеряв в 1942 году мать и сестру, умерших от голода. После 1945 года декор бытовых предметов прославлял победу подвиги советских солдат и офицеров. В то время интерьеры часто украшали статуэтками, которые были доступными и недорогими. Скульпторы Вера Драчинская и Борис Воробьев создавали целые серии с дикими домашними животными. Софья Велихова изображала танцовщиц в народных костюмах, а Ефим Гендельман изящных купальщиц и физкультурниц. В следующие десятилетия завод активно развивался. Здесь модернизировали линии выпуска и расширяли ассортимент. Кроме чайных сервизов и множества вас в продажу поступили наборы детской посуды, винные наборы и графины. В 2005 году заводу вернули его историческое название «Императорский фарфоровый завод». На Императорском фарфоровом заводе проводят экскурсии, где участников знакомят со всеми этапами производства фарфоровых изделий от отливки до обжига. До сих пор многие операции на заводе производятся вручную, хотя есть и поточное производство. Художественная роспись требует внимания и сосредоточенности. И, разумеется, расписанные вручную изделия стоят дороже тех, что сходят с конвейера. В фирменном магазине на первом этаже можно приобрести что-то на память о посещении завода от скромного сувенира до дорогого сервиза. Или можно просто полюбоваться прекрасными обращиками современного фарфора. Какие предположения, для чего вот этот слоник? Это же не просто фигурка. Это с определенным функционалом. Как вы думаете, для чего? Пишите. Покидаем музей в здании императорского фарфорового завода. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok